в россии по итогам 2021 года было зарегистрировано 923 тысячи браков и около 600 тысяч разводов это данный роста если в пандемийный год число браков незначительно выросло по сравнению с годами ранее то число разводов остается неизменным уже довольно длительное время если из этой статистики убрать регионы северного кавказа убрать республику татарстан республику башкортостан и еще несколько регионов где важны национальные традиции и семейные ценности то получится что в россии расторгаются примерно 90 процентов браков что остается после разводов в большинстве случаев это озлобленные друг на друга уже бывшие супруги это делешь имущество если есть дети то это миллионы исков об уплате алиментов это парализованный аппарат судебных приставов и конечно это война между мужчиной и женщиной где и что сломалось в нашем обществе почему наше семейное законодательство не работает а государство берет курс на ужесточение ответственности и завинчивание гаек меня зовут антон кравченко это растрига . док давайте разбираться это очень плохо да вот очень плохо что у нас такое количество разводов и на самом деле ты знаете пока он бьет по первым детям вообще алиментное законодательство у нас в стране во всяком случае специалист по российскому праву могу сказать это абсолютно варварское абсолютно ненужное и более того вредящая и семьям и детям и даже как бы удивительно женщинам система депрессивная абсолютно насквозь которая абсолютно не только не нужна но и вредна мне кажется это очень большой вопрос он связан в том числе из гендерной дискриминации когда мужчина ставит свои интересы выше интересов своей бывшей сожительницы жены выше интересов детей у нас по данным судебных приставов за прошлый год 2021 больше полутора миллиона не плательщиков алиментов акцентирую внимание на слово не плательщик то есть это человек который должен алимент вот я например плательщик алимент я выйти по трамет не вхожу алименты платить надо не согласен с размером алиментов продолжая судиться до последнего если есть постановление суда все а как бы без вариантов и он организовал движение то что он организовал движение там похожей ситуации ищет какие-то варианты он ходит на какие-то общественные службы мужчина поскольку они сильнее поскольку достаточно часто правоохранительные органы бездействует просто похищают своих детей и тогда женщина просто годами может не видеть своего ребенка в январе этого года в россии заработал закон ужесточающий ответственность за неуплату алиментов раньше наказывали только злостных не плательщиков те кто вообще не дают денег на детей но можно было перечислить какую-то сумму даже 500 рублей и не плательщик переставал становиться злостным посадить такого было нельзя теперь же попасть под статью можно даже при задолженности в 1000 рублей кроме этого конце прошлого года правительство разрешило взыскивать алименты не только заработные платы но из доходов самозанятых налоговых вычетов с продажи имущества и даже с процентов по вкладам я не считаю что это против мужчин либо против женщин я считаю что это за ребенка это о ребенке о защите его прав но потому что взрослый как у правильно сказали сам себя всегда может найти ребенок нет и у ребенка в конституции есть мама и папа а если нет ни мама не папа то есть государство и мама и папа в равном мере несут ответственность за ребенка и вне зависимости от того что был оформлен брак не был оформлен брак вот если это папа если его имя вписано в свидетельство рождения то папа несет на себе обязательства до 18 лет да есть случай когда и больше поддержки этого ребенка до сумма алиментов разные зависимости от количества детей если три ребенка и более то половина доходов отдает но здесь же тоже дал законодатель свободу решения пожалуйста если вы можете договориться без суда о какой-то конкретной сумме договоритесь вы оплачиваете никому не нужны лишние судебное разбирательство когда мы говорим об элементах то часто рисуется такая картина брак ребенок а иногда и наоборот сначала ребенок потом брак ссоры в семье развод брошенная с маленьким ребенком мать и ведущий фривольный образ жизни отец которому это прошлая семья и ребенок уже не нужны конечно в этом ключе наверное алиментная система призвана защитить безработные мать и хоть как-то обеспечить ребенка но есть и другая сторона есть и другие мужчины их большинство алиментное законодательство у нас в стране во всяком случае к специалист по российскому праву могу сказать это абсолютно варварская абсолютно ненужная и более того вредящая и семьям и детям и даже как не удивительно женщинам система репрессивная абсолютно насквозь которая абсолютно не только не нужна но и вредна обосновывая вот вы например говорите как многие вот искать и мужчины и женщины в стране у нас говорят о том что отец должен нести ответственность у меня вопрос за что за то что он ребенка зачал хорошо давайте рассмотрим с этой стороны этот вопрос кто принимает решение о деторождении у нас стране отец нет мать она мы взяли вдвоем это обоюдно я как юрий сейчас говорю юридическое решение всегда остается за ней точка она может сделать аборт это включено в систему мыс на уровне государства это ей не будет ничего стоить кроме каких-то ну соответственно возможных там рисков для здоровья она может родить при этом если отец захочет ребенка мать не захочет как жизнь не родит и ничего с ней не сделает сказать у женщин десятки видов контрацепции их десятки у мужчин ну по сути только один ну может быть там кто-то какой-то еще назовет экзотичный один мы все узнаем как он в любой аптеке от резинового изделия продается все с этой точки зрения мы обсудили на ком лежит ответственность за деторождение но полностью лежит на женщину я не прикладываю них одна них так сказать полностью это моральную ответственность тогда я просто рассуждаю с точки зрения права далее женщина рождает ребенка и по каким-то независимым причинам там были зависящим причинам у нее не складывается эта жизнь с этим человеком она начинает часто жить с другим мужчиной ну такого тоже вам полно да этот человек здесь причем вот который первый который биологический отец ребенка у него может быть там проблемы со здоровьем с каким-то с бизнесом может быть они настолько поругались что он просто не может ее видеть может быть там разные ситуации могут быть это же большинстве в подавляющем случае это не так как это представляют нам средства массовой информации такие что вот мужчина негодяй бросил бедную маму с ребенком ушел и теперь там где-то в кустах смеется над ней как так произошло и когда самое главное так произошло что в нашей стране сложилась такая практика презумпции виновности мужчины виновности отца почему при имея закон который и конституцию которая говорит о том что мы равны в своих правах родители одинаково ответственны за воспитание своего ребенка родители обязаны 33 статья обязаны воспитывать своего ребенка обеспечить его безопасность и так далее и так далее как так происходит что имея такой хороший красивый закон он совершенно не работа мне кажется это очень большой вопрос он связан в том числе из гендерной дискриминации когда мужчина ставит свои интересы выше интересов своей бывшей сожительницы жены выше интересов детей и очень часто именно процедура формирования и работы по элементам это такая форма психологического насилия реально то есть и манипуляции просто насилие и мы считаем что не выплата элементов системная это одна из форм насилия домашнего есть экономическая психологическая сексуализированные физическая вот экономическое то что происходит в россии как правило в в этой процедуре между мужчиной и женщиной по По процедуре выплаты алиментов это превращается просто в экономическое насилие мужчины над женщинами с приемами манипуляций, шантажа и прочего. У нас по данным судебных приставов за прошлый год, 2021, больше полутора миллиона неплательщиков алиментов. Акцентирую внимание на слово «неплательщик». То есть это человек, который должен алименты. Вот я, например, плательщик алиментов. Я в эти полтора миллиона не вхожу. И как и миллионы других мужчин, которые добросовестно эти алименты платят. А у нас полтора миллиона, еще раз, миллиона, преимущественно, мужчин, которые в силу разных причин эти алименты не платят. Это целая армия. Это ГУЛАГ какой-нибудь в самые яростные времена или какой-нибудь концлагеря, они отдыхают. То есть по количеству вот этих несчастных людей, которые не видят своих детей зачастую. Хотя, может быть, многие из них и хотят это видеть. У нас сотни тысяч судов в год мужчины проигрывают по делам об определении места жительства или порядка общения с ребенком. Это целая армия людей, которых насильно отлучили от их детей и еще сверху прибили их уголовную ответственность. Вы думаете, уголовная ответственность за неуплату алиментов. Неуплату кому? Ребенку что, алименты нужны? Нет. Ни одному ребенку, мне не одного не покажете, который бы честно, искренне сказал бы, «Пап, мне нужны алименты, ему батя нужен». Любому ребенку нужен отец всегда, всегда. Это общее место любой психологии. Да это просто, даже если у человека есть мозги, он это поймет. А если мы берем семейный кодекс тот же самый, ну кому мы платим алименты? Ну вот мы, я себя имею в виду, да, и остальные миллионы-миллионы мужчин, которые эти алименты платят. Мы платим их второму родителю, женщине. Не ребенку. И более того, если ребенок вырастет, ему будет 18 лет, и он скажет, «Бать, мне не нужны твои алименты, забей». Ну все. Мама скажет, «А мне нужны». И по закону он будет обязан, если у него есть долг, этот долг ей отдавать. Даже ребенку уже будет 20 лет, 30, 40, там не важно. Типичный мужчина, который не платит алименты, это не мужчина, который желает голодной смерти своему ребенку. Это мужчина, которого его бывшая супруга достала так, что он принципиально не будет платить. Я их просто сотнями видел за свою практику. Говорит, я пойду в тюрьму, меня пусть убивают, не буду платить этой ни копейки. Алименты платить надо. Не согласен с размером алиментов, продолжай судиться до последнего. Если есть постановление суда, все, ну как бы без вариантов. Вот это, если сказано, что улицу нельзя переходить на красный свет, ты не пойдешь на красный свет, потому что тебя собьет машина. Все, вот сказали алименты платить столько, значит платить столько. То, что не дают видеться с ребенком, то, что не дают, там, я не знаю, общаться, да, что, либо, наоборот, там, настраивают ребенка против, это отдельная история. То есть деньги отдельные, это отдельные. И вот я почему говорю, что вопросов с алиментами много, потому что вот этот вопрос еще менее решен, чем вопрос алиментов. То есть мы сейчас только начинаем выстраивать эту систему. И когда вдруг судья говорят, ребенок находится под давлением, над ребенком совершается психологическое насилие, но она все равно говорит, ну мать ведь она же не алкоголичка, да, она там может где-то не работать, но вот давайте вы же алименты платите, вот, значит, все нормально, видите, ребенок у вас, значит, причесан, ребенок накормлен, что вам еще надо, судья спрашивает у отца, что надо. Он говорит, а я хочу, чтобы он был счастлив, я хочу, чтобы, согласно закону, у него было двое родителей, чтобы он общался и с мамой, и с папой, чтобы он получал не только мамины, вот, там, наставления, там, и установки, но и мою любовь и воспитание. И вот здесь, казалось бы, вот так, здравый смысл, все вроде понятно, вроде как бы здравый смысл есть, но согласно судебной практике, там здравого смысла нет, потому что, что бы ни установили эксперты, судье плевать на это. Потому что у нее есть наверняка какая-то установка от Верховного суда, которые говорят, так, все, оставляем детей, значит, с матерью, если она не алкоголичка, не наркоманка, там, не рецидивистка, и какая-нибудь там, не непаршая личность, что бы ни происходило, значит, мы всегда, значит, там, оставляем ребенка с матерью. Объясняется там целым комплексом, в том числе психологической экспертизой, заключением различных, ну, опять же, экспертов. У нас и учитывается в первую очередь эта связь и психологическая привязанность ребенка к одному из родителей. Есть немало судебных решений, когда в силу того, что ребенок действительно больше привязан к отцу, его оставляют с отцом, и мать, например, платит алименты, и также встречается в установленный судом порядок встреч. Вот, там могут быть потом оспаривания, длинные судебные тяжбы, но, тем не менее, это работает и в ту и в ту сторону. Но, как правило, у нас мужчины сами не очень хотят заботиться о своем предыдущем ребенке, потому что они уходят в другую семью. Я здесь могу сказать, что есть практика похищения одним из родителей ребенка, например, не только не видится, но и похищения. Но, опять же, в наших случаях, как правило, мужчины, поскольку они сильнее и поскольку достаточно часто правоохранительные органы бездействуют, просто похищают своих детей, и тогда женщина просто годами может не видеть своего ребенка. Но это другая история. А что касается «не дает видеться», вот есть судебные, во-первых, механизмы. Если вы хотите определить порядок общения с ребенком, вы идете в суд, и в случае нарушения служба судебных приставов может вмешаться и обеспечить вам это право. Чаще происходит манипуляция, когда, например, отец специально для того, чтобы вывести мать из равновесия или в силу плохих отношений, которые сложились после расставания, например, выбирает не то время, которое ему определено судом. Почему-то мужчины об этом не рассказывают. В листе написано конкретно дни, время и сроки для свиданий. Но почему так происходит? Почему принимаются новые законы, а число разводов растет? Почему государство направляет все больше ресурсов на поддержку семейных ценностей, на поддержку института семьи, на поддержку родителей и детей, а семьи рушатся? Да, сегодня многие законы в этой сфере принимаются людьми, которые выросли и были воспитаны в другой стране и другим обществом. В Советском Союзе был иной подход к созданию семьи, был иной подход к отношению мужчины и женщины, был иной подход к воспитанию детей. А нынешние законодатели, большинство из них, это даже не мамы и папы, а уже бабушки и дедушки, тех молодых людей, которые сегодня принимают решение создать семью и завести ребенка. И вот этот мировоззренческий разрыв, разрыв поколений, он, конечно, выступает одной из главных причин. Но есть и другие. С точки зрения государства, это мать и ребенок, семья, все. Это вам скажет любой, опять же, ну, любой, спросите, в любой профильный комитет Думы Зайдите, смотришь, а семья это кто? Скажешь, мать и ребенок. Отсюда материнский капитал, в скобочках, семейный. В скобочках семейный, да. Ну, вон, это позже появилось, да. Вот. Мать и ребенок, все гарантии, все соцподдержки на мать и ребенок. Ну, сейчас мужчинам даже, о боже, в 21 веке разрешили в декрет уходить. Это вообще что-то невообразимое, и кто-то даже и уходит. Но раньше не было этого. То есть, с точки зрения государства, семья это мать и ребенок. Ну, и все правильно у них написано, все правильно они говорят. Ну, что, ну, так сказать, поддержка семьи. Просто под семью они понимают мать и ребенок, все. Отсюда, ну, не отсюда, а вообще из устройства всего общества идут все проблемы, которые мы сейчас имеем, и которые только будут нарастать, потому что общество, которое держится на каком-то одном поле, оно не жизнеспособно. Ну, просто не жизнеспособно. Не получится так. Либо мы живем на принципах какого-то равноправия и договариваемся, и подстраховываемся законами, от того, что тот договоренности будет нарушать. Либо одна половина общества гнобит другую. Вот сейчас так происходит, по вашим словам. А та молчит и умирает. Ну, первое место в мире по мужским самоубийствам, 80% по данным Голиковой, смерти и трудоспособности населения это мужчины. Дикий разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, ну, в сторону женщин, конечно. Дичайшая дискриминация на всех уровнях права, прикидь конституции. Ну, 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 да. Вот. И полтора миллиона людей, мужчин, которые ходят под статьей. Ну, а как вы хотели? Ну, оно так, оно будет только ухудшаться. Все. Улучшаться ничего не будет. Ну, летим пропасть какую-то, да? Да, да, ну, именно так. Если вы дальше будете, так сказать, вот слушать только одну сторону и не спрашиваете мужчин, а что происходит-то? А чего вы не платите-то алименты? Ну, по-нормальному спрашивайте. На круглых столах, там, еще где-то, да? Какие-то законы принимать. Ну, конечно, конечно. Да, они просто на улицу там пошел, спросил, да? Не делайте каких-то выводов, не проводите расследование, не вкачивайте в это деньги, там, не деньги. Ну, внимания государству этому не уделять. Ну, а что вы хотите? Все будет, процент развода будет нарастать. Процент мужской смертности будет нарастать. Женщины пока хорошо поживут, ну, относительно, но потом и у них тоже наступит, ну, как общество рушится, у них тоже наступит, все плохо будет. Это кошмарная статистика. Когда я первый раз ее увидела много лет назад, я была шокирована. К огромному сожалению, к ней стали привыкать, потому что она из года в год примерно одинаковая. Вот, кстати говоря, в пандемийной год было улучшение ситуации с точки зрения разводов, их было меньше, но, к сожалению, было меньше и браков. Поэтому мы как-то не выровнялись. Это очень плохо. Да вот очень плохо, что у нас такое количество разводов, и на самом деле, знаете, по кому бьет? По первым детям. У нас мало первых браков. Те первые браки, которые заключаются, они вот как раз 70% в течение первых пяти лет, они заканчиваются разводом. Поэтому женщины, в виде своего будущего, у них нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому они откладывают рождение первого ребенка, часто уже за 30 лет, когда уже какая-то физиология берет свое, когда ты понимаешь, что я очень хочу стать мамой. Но, к сожалению, уже после 30 намного сложнее естественным образом стать мамой, а после 35 еще сложнее. В общем, ситуация, да, с разводами, она критическая. Почему так много разводов? Ну, потому что, может, и нет ценности семьи. Вот я вот именно про ценность, да, вот не уважение, ценность, но и уважение. Когда тебе иллюзор, кажется, что проще одному, ну, то есть из чего вы выбираете? Вы выбираете из того, что вот сейчас убедить жену, да, вот построить отношения, вы так говорите, вы это делаете, не получается, силы закончились. У вас какой вариант? Либо здесь бороться, либо сюда, а здесь свобода, а здесь вообще, хочешь в 5 утра приду, хочешь, это, буду одними пельменями питаться, и вообще убираться не буду 3 недели. И вот это вот кажется, что это легко. Но эта воронка, она затягивает, и, в общем, многие-то и не всплывают потом, потому что семья — это опора. Семья — это обязанности. Семья — это традиции, семья — это устой, это ответственность ваша перед вашим ребенком. Вот то, что вы сейчас с женой через 6 лет, и это нормально, то есть вы растете, она растет, да, у вас какие-то там, может быть, горизонты уже не совсем пересекающиеся, но вас только связывают. Вот не то, что ради ребенка, как, вы знаете, говорили в советских фильмах, да, что вы должны жить ради ребенка, чтобы... Ради ребенка вот в таком, как это, в великом смысле этого слова. Абьюзеры, значит, мужчины, они агрессивные, значит, они вас, значит, какой они, например, подают детям, они агрессивны, всех, значит, вот настраивают, вот они все такие абьюзеры. И я задаю простой вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, а можете ли вы хотя бы предположить, откуда берутся эти мужчины? Ну как так? Получается, что они родились сразу, значит, с геном абьюзера? Ну как так получается? Ведь вот он родился, ребенок, как чистый лист. Откуда? Как они появляются, берутся? Ответа нет. Я, значит, беру, говорю, две минуты, вот вам я отвечу. Дело в том, что если вы опять просто посмотрите на статистику и изучите этот вопрос, то руку на женщину поднимает мужчина, выросший без отца, насильники в большинстве своем это безотцовщина, ранние преступницы, при преступности, то есть вот это вот подростковая, безотцовщина. Мы имеем дело с угрожающей инфекцией, но это какая-то эпидемия под названием безотцовщина, это новый вид такого социального сиротства. И вот когда к органам опеки обращаешься, они этого не могут ни понять, ни признать. Ну как, у него же есть и мама, и папа, если они живы, то официально этот ребенок как бы является благополучным. Но ведь на деле это совершенно не так. И вот этот вот раздрай, когда ладно, один родитель погиб или умер, здесь можно как-то объяснить его отсутствие. Но при живом родителе делать его ничтожным, или, грубо говоря, отсутствующим, это является не только преступным, это и является вот этой новой формой социального сиротства. Безотцовщина. А у нас еще и законы пишутся так, чтобы эту тенденцию продолжать, я так понимаю, да? Ну, тут так скажем. То есть, если прочитать слухо закон, вот просто закон, не говорить о правоприменительной практике, просто закон. Закон-то хороший, там все правильно написано. Например, есть там 66-я статья, да, вот, она же о чем говорит, что если, значит, один родитель в злостной форме не исполняет решение суда и нарушает злоупотребляет родительским, значит, правом, по заявлению другой стороны, суд, внимание, может передать его на воспитание другому родителю. Вот уберите это слово может, и закон станет принципиальным и рабочим. Как вы думаете, сколько есть решений согласно 66-й статье в практике? Когда одного родителя другому передают? по 66-й статье. мне кажется, единица. Ноль. Это все стремится к нулю. Это не рабочая статья, хотя она является ключевой в разрешении спора. Я могу отмечить, что это в принципе мировая тенденция, то, что в крупных странах европейского типа люди больше разводятся, но Россия действительно на первом месте, больше, чем Америка, чем Франция, чем Германия по количеству был коэффициенту разводов. Я думаю, что меняется вообще социальное отношение к институту брака. Это тоже важно. Мне кажется, что какую-то определенную роль играет то, что меняются поколения, и, скажем так, люди до 30, они не готовы терпеть какие-то неуважительные отношения, абьюзивные отношения, отношения, которые их не устраивают. И для них процедура развода, она не является крахом их жизни, как, например, у советских людей. Более того, все-таки сейчас нету товарищеских судов, слава богу, и прочее. Личная жизнь это личная жизнь человека. Социум на людей разведенных сейчас давит все-таки в меньшей степени, например, чем в советское время, если сравнивать с советским периодом. Поэтому, если людям вместе плохо, и они принимают решение развестись, то в этом нет трагедии, на мой взгляд, потому что, возможно, они спасают так друг друга от ухудшения ситуации, возможно, даже к переходу стадии насилия, когда просто люди не могут вместе существовать. И я думаю, что просто это связано с тем, что переоценкой ценности, отношением к себе как личности, и да, сейчас женщины, мне кажется, молодые, они более уважительно к себе относятся и не готовы выходить замуж только ради того, чтобы состояться как мать и как жена в глазах общественности. Он бизнес потерял, например. Это вообще... Нет, но если он потерял бизнес, значит, он официально не может платить. Он платит. Хорошо, он платит. Так вот здесь в том-то и вопрос. Не надо бегать, не надо прятать, не надо обманывать. Вот тебе присудили алименты, плати. У тебя случилась ситуация в жизни, потерял бизнес, заболел. Это все как бы учитывается. Все алименты перерассчитываются. Скажу больше. На этого папу, если с ним что-то случится, когда ребенку будет 18 лет, он может подать алименты на этому ребенку, чтобы вернее, он может подать в суд, чтобы ребенок выплачивал алименты вот на этого папу. Понимаете мысли? Тоже юристы вам красивее расскажут. То есть есть алименты на родителя. И такое тоже есть. Это конституционная история. Поэтому у нас нет вот этого уважения что ли уважения но прям с большой буквы произнося это слово к семье. Вот у нас нет понимания того, что жизнь без семьи невозможна. Оно было. Оно было еще ну вот оно было и в дореволюционной России. Потом в послевоенное время стало тоже появляться много семей. Потому что когда тяжело вот соединяются. Может быть жизнь стала легче. Вы знаете но может быть просто вот откладывают рождение ребенка как мы уже да сейчас проговорили до 30 лет. Кто-то из-за развода а кто-то из-за того что хочется образование получить хочется пожить для себя да как мы говорили вот надо же весь мир посмотреть а потом бывает уже и поздно. А ничего не сделайте. Меня нет каких женщины могли бы изменить вот женщины матери у которых есть сыновья сестры у которых есть братья жены нынешние которые думаю что некоторые может многие любят своих мужей реально искренне они могли бы сделать но в отличие от тех же самых США где женщины создают там разные движения которые у них там больная тема это оговор мужчин вознасилования там вот во всем домогательстве да да вот они женщины создают создают сообщество да 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 вот которые занимаются тем что ходят вот и отбивают мужчин которых зачастую ну на них просто клевещут другие женщины которые от них денег например хотят у нас женщины этого не делают просто не делают ну тут может быть разные причины опять же может инфантилизм может быть не до конца тоже что-то понимают хотя когда их касается они прекрасно все понимают лучше любого юриста и двоих психологов заодно ничего мы ничего не сделали я уверен что большинство из тех кто смотрит сейчас это видео полагают что скорее всего вряд ли окажутся в подобной ситуации ведь все что вокруг нас происходит плохого обычно происходит с кем-то другим это кто-то другой попадает в аварии это у кого-то другого находят онкологические болезни это кто-то другой разводится не я и большинство полагают что даже в случае вынужденного расставания или развода им удастся договориться со своим партнером полюбовно решить все вопросы мирным путем как взрослые люди не повышая голос и не применяя физическую силу но к сожалению статистика говорит об обратном и пока люди которые принимают решения на высшем политическом уровне пока люди которые пишут законы для нас с вами не буду слышать все стороны этой ситуации а их как минимум три это отцы матери и дети вряд ли что-то поменяется это отцы а их как минимум три Продолжение следует...